Солнышко только-только просыпается, 10 утра, 10 утра и солнышко, видите, оно только-только просыпается, я иду в школу испанского, как обычно, пятница, иду в школу испанского, приехал сегодня, в прошлый раз я опоздал на полчаса, а в этот раз приехал на 25 минут раньше, ну вот, в общем, пришла компенсация, где-то опоздал, где-то приехал раньше, ну поскольку я приехал раньше на полчаса, то я решил провести эти 20-30 минут на море, здесь посмотреть на рассвет и полюбоваться морем. Хороший выбор, я думаю, пришла уже осень, октябрь, сегодня район 20-х числов октября, все, пляжный сезон закончился, хотя люди, конечно, купаются, но если, когда чистое небо, ни одной тучи и солнца, то тогда тепло и можно купаться, ну вот там уже, конечно, градусов, наверное, 20, прохладные. Но все равно с утра приятно увидеть это чудное создание под названием море, большой объем соленой воды, ну и решил вам порадоваться, чтобы тоже полюбовались морем на рассвете, хотя вы знаете, уже, наверное, не рассвет 10 утра, а рассвет, наверное, вот там начинается солнце, вот оно вот так идет, значит, вот тут вот где-то был бы рассвет, вот так оно поднимается, 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 а потом спускается. Видите, видно еще, видите, что красное море, красное небо. Сами понимаете, с утра бежал в школу, выпил кофе, быстро позавтракал, никуда не сходил, ни в какой душ, потому что проспал, и так бежал, так бежал, так бежал, что прибежал раньше и успел на поезд, который раньше был. А поезд раньше был, и я приехал раньше, вот, поэтому, ну, все, у детей уже прогулка морская. Велосипедисты уже, дети тренируются, я так хочу, когда я вижу столько велосипедистов, я так хочу себе велосипед, чтобы на нем кататься. Я, когда был ихнем возрасте, тоже катался на велосипеде. Ну, правда, у них такие велики горные, крутые. Ну, вот, а сейчас, а тогда у меня был не горный крутой, а обычный, не горный, и не крутой. Ну, какой-то тоже двухколесный, но без скоростей. Называется, забудь свое прошлое навсегда и не вспоминай. Ну, реально, у меня в детстве был такой отстойный велосипед, типа, ну, и мне он нравился. Самое главное, чтобы у него был ровный руль, я разгонялся, разгонялся, и по тормозам, и так, ну, я тормозил. Прикольно было. Но сравнить такие сейчас у детей велосипеды, у них 18 передач, у них защита, шлемы, у них команда, вон, там, человек 30, они едут. Блин, ну, это очень круто. Мы тоже командами катались в детстве. Ну, командами, там, по 6, ну, до 10 человек. Ну, это, ну, это происходило раз в год. Ну, типа, баня, ну, как вы сами видите, тренировки. И тут есть где кататься. Майк увидел велосипеды, нахлынуло, пришлось здесь, нахлынуло воспоминание прошлого. Не, воспоминание классное. Да, велик был говно, говно, это не велосипед, было говно. Там два колеса, ну, он классно тормозил. Ну, а на самом деле, для меня, когда я был маленький, тут велосипед был, это было счастье просто. Я на нем катался и зимой, и летом, и у меня покрышки пробивались, я их клеил, потом, там, опять их пробивал. И мы, там, с дружбанами катались на этих великах. Хорошие воспоминания. Хотя велик говно, надо предпринять вот так, что велосипед был говно. У меня, в детстве, а вот сейчас, в детстве, у них велосипеды прекрасные. Ну, цивилизация развивается, мир развивается. И это логично. С каждым поколением детям все приятнее и приятнее жить. Сяду на лавочку, посижу. Отдохну и полюбуюсь морем. Ой, какая красота. Хотя, когда я немножко подрос, когда я немножко подрос, и мне было, там, лет 14, у меня уже появился горный велик. И на горном велике я катался, конечно, вообще, мне нравился. Я даже помню название. Команч Брэйли. Такой синий велосипед у меня был. А сейчас синяя машина. А тогда был синий велосипед. Ну, суть одной даже. Велосипед, машина. Это велосипед, это для детей. Ну, когда я туда, мне было интересно, в детстве. Ну, нет, нет, ну, это уже нет. Ну, в общем, у меня был и горный велосипед, так что все хорошо. Но горный велосипед был гораздо лучше. Я на нем так катался. Мне нравилась детство и кататься на велосипеде. И вот. Ну, единственное, что я, конечно, в детстве жил в месте, где было не море, а речка. Море, конечно... Ну, море лучше, конечно, чем речка. Потому что речка, это же такое, просто река. А море, это... Ну, море интереснее. Обзор такой красивый. Дальше видно. Ну, тоже классно. Так что был у меня уже и горный велик в детстве. Ну, в самом-самом детстве у меня был не горный. Вот, когда я был такой маленький, как эти дети, у меня был еще не горный обычный, а у них уже горный. Ну, а следующее поколение, через лет 50, у них уже будут электромашины и электровелосипеды. И они с детства будут кататься на электровеликах. Даже педали не надо крутить, просто кататься. Это вообще идеально, как мотоцикл такой для детей. Ну, наверняка будет так. Потому что эти машины вонючки, которые постоянно портят воздух, надо уже давным-давно было выкинуть и запретить. Ну, пока электрические машины не могут ехать по многу километров. У них там запас ухода 500 километров. Хотя бы, чтобы тысячи две-три тысячи километров. Две-три тысячи километров на одном заряде сможет ездить машина. Тогда, я думаю, уже откажется от вонючек. Ну, от этих... Ну, вы понимаете, в общем, машин, которые воняют бензином. Я вчера гулял в Сиджисе. Это такой городок тоже на берегу моря Средиземного. Ну, тоже оттуда будет видео. А, когда это видео выйдет, то Сиджиса будет прошлая серия. И там я... У меня уже села камера, я шел на обратном пути. И я нашел в спортивном магазине кроссовки Хока. Да? Они стояли за витриной. Единственное, что я уже устал. И у меня не было камеры, чтобы вам заснять. Я думаю, в следующий раз уже засниму. И не померял. Но цена... А внешне они классные. Ну, три модели я видел на витрине. Хока. Хоппа. Или Хока. Хо... Хоппа, по-моему. Или Хока. В общем, красивые такие они. Вот. Такие, в которых на аэронмоне ребята бегали. Но цена 150-160 евро. Я их померяю. Ну, и когда у меня будет телефон с собой. Ну, в общем, главное, что я уже нашел. Единственное, в том дальнем городе, в городке, ну... Но цена, конечно, меня удивила. Хотя, чего удивляться, если хорошая. Но надо померять. Померяю, расскажу. В общем. Пока еще не мерял. Но уже нашел, где они продаются. Как минимум. Первый магазин я увидел, в котором они продаются. Немножко отдохнув. Пойду уже в школу. В общем. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну хорошо хоть солнышко светит Все разбирает уже я вижу Кафе С моря уводят кафе Посмотрите как разобрали кафе На машины погрузили И убирают А летом опять разложат Ну правильно Чтоб полгода они не стояли там На море и не портились Все Кафе разобрали Значит зима пришла Ну хоть солнышко светит Завтра полнолуние Может быть из-за этого такой ветер поднялся Потому что я вижу что и море бушует И ветер Ну не портились Теперь Это Вперед 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 И Вперед 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 Продолжение следует...